МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хотел бы спросить у вас, какие сейчас государства создают условия для того, чтобы отечественные сельхозпроизводители имели возможность обновить технику, несмотря на то, что цена ее растет, несмотря на то, что кредиты дорогие? Пожалуйста. Так, значит, здесь несколько направлений государственной поддержки есть. Вот как раз-таки она разработана и уже согласована в карте Министерства средств и хозяйства. Уже предусмотрены ряд механизмов поддержки, в том числе это инвестиционные субсидирования на приобретение средств и хозяйственной техники, как навесной, прицепной, ну и самоходной, в принципе, в целом. Инвестиционное субсидирование там по приоритетам идет сам норматив субсидирования. Но дело в том, что если соотносить стоимость техники к получаемой субсидии, номинале, то выигрывают, конечно, отечественные производители, потому что у них стоимость техники ниже, соответствующая, они получают номиналу выше. Норматив установлен сейчас на единицу продукции, не в процентах от ее стоимости. Номинальная стоимость. Получается, зафиксированная есть стоимость, более которой не субсидируется, и исходя из этого, там от 15 до 50% стоимости субсидируется. Если, например, покупать трактор МТЗ 100 лошадей и трактор Джон Дир 100 лошадей, то, конечно, выгоднее покупать МТЗ. Получается, по номиналу субсидий, полученных субсидий к стоимости приобретаемой техники, здесь будет больше в отечественном производстве техники. А как быть тем крестьянам, у которых, допустим, нет доступа к кредитам? Инвестиции получить хорошо, но она же только часть покрывает, 10-20-30%, а остальное где взять? Значит, как раз есть инвестиционные субсидии, но, конечно же, они достигаемы только тогда, когда получаешь кредит или приобретаешь эту технику. Сами за свои деньги приобрести могут небольшое количество фермеров, получается. Здесь как раз-таки и наши кредитные программы рассчитаны. На сегодняшний день, если мы говорим о пилотном, получается, и приоритетном, и льготном финансировании, мы сейчас осуществляем финансирование из СНФ на это. По программе выделены 5 миллиардов тенге СНФ на прицепное навесное оборудование и обработки зерна для животного оборудования. Там вот льготные условия, 5,5%, мы финансирование осуществляем. Помимо этого, если здесь идет не отечественное, здесь идет отечественное производство техники, не отечественное, это у нас есть коммерческие кредиты. Мы, надо сказать, финансирование осуществляем только через финансовые институты. Это лизинговые компании, кредитные товарищи. То есть напрямую вы фактически сейчас уже не работаете с фермерами? Фактически мы работаем только проектно, по проектам, а по технике, по другим таким... По рознице, да, грубо говоря? По рознице, да, мы работаем через финансовые институты. Поэтому эти направления идут финансирование через них, коммерческие кредиты. А какая ставка коммерческих кредитов? Фондирование лизинговой компании мы осуществляем под 11%, конечным заемщикам максимальная ставка 15%. Лизинговая компания может стать и 14, и 13, в зависимости от своего аппетита, скажем. Конечно, в зависимости от того, какие риски они считают, как считают, допустим, административные затраты, свой спред, как они высчитывают, из этого исходя, конечно. Но максимальное 15% должно быть. Не выше 15%. Эта программа уже давно стартовала? Она есть у нас уже давно, уже на протяжении двух, это второй год, эта программа существует, мы финансируем. И какие показатели примерно по освоению? Ну, значит, если сказать в целом, на сегодняшний день у нас в целом на 4 миллиарда тенге заявок от лизинговых компаний, это порядка 6 лизинговых компаний, сейчас в работе мы ведем эти проекты. Очень плотно работаем с технолизингом, на сегодняшний день у нас уже портфель практически миллиарда тенге достигает работы с ними. И в ближайшее время, в принципе, мы рассчитываем, что будем удовольствовать. Мы уменьшаем, значит, меняем свою залоговую политику в отношении работы с лизинговыми компаниями, берем в залог, если ранее у нас только банковская гарантия принимала в залог, сейчас мы берем действующий портфель. То есть максимально стараемся подойти, чтобы расширить работу с ними. А вот такой вопрос, 15% годовых, даже вот это достаточно неподъемная сумма, я считаю. То есть за 7 лет пользования техники, ты практически должен заплатить двойную стоимость этой техники. Вот сейчас комбайн Джон Дир стоит 300 тысяч долларов, 600 тысяч долларов. Можно ли субсидировать? Конечно, здесь, значит, по субсидированию работа ведется лизинговыми компаниями и соответствующими заемщиками через фонд Дому субсидирования, потому что данные средства, они как бы коммерческие, небюджетные, и, соответственно, можно их субсидировать. Вот ранее, вы знаете, была программа субсидирования процентной ставки по агробизнесу, но сейчас включили, но надо сказать, что сейчас рассматривается вопрос в рамках вот карты обновления машинотрактного парка, вопрос получения, значит, бюджетных кредитов. Сейчас к этому подойдем еще отдельно. Вопрос такой, вот многие интересуются, вот, допустим, софинансирование, да, там 20-30% просят, да, по-моему, лизинговых компаний. Можно ли использовать деньги от инвес-субсидий, которые поступят в будущем, а в качестве первоначального взноса? Конечно. Есть такое понятие, значит, скрой счета, и в правилах по субсидированию инвестиционному есть определенные положения и, как бы, скажем, алгоритм, как это работает. Предварительное, получается, рассмотрение идет, предварительное одобрение, соответственно, за ним закрепляется уже определенный бюджет этих субсидий, и он получает эти субсидии на специальный счет, они блокируются. Тогда, когда он уже получает эту технику, уже эти средства разблокируются, и они поступают непосредственно в финансовый институт, то есть в рисковые компании, либо кредитному товариществу. Это все расписано. К сожалению, конечно же, немного регионов и немного вообще сельхозтоваропроизводителей, которые программой этой пользуются. Но это связано, скорее всего, с тем, что неактивно идет финансирование сейчас на сегодняшний день. Если активно оно начнет работать, то... То есть, если будет возможность увеличения пула кредитования за счет доступности средств, то и автоматически... Соответственно, этим инструментом будут все больше пользоваться. А вот если не секрет, там, вы сказали, что... Ну, вообще, 5 миллиардов тенге, допустим, навесная техника, там, коммерческие деньги, это все как-то какие-то полумеры, я считаю, да? Вот основные там пассивные комплексы, комбайны, это же там требуется, по-моему, 200-300 миллиардов ежегодно, чтобы обновлять, да? Кстати, какой процент у нас изношенности техники? Ну, вот карте подробно об этом как бы сказано, но можно сказать, что, например, комбайнов, там у нас изношенность по комбайнам, то есть, комбайны, отслужившие 15-17 лет, и их состав... Они 56% этих комбайнов... 56% уже, в принципе, непригодны, да? Ну, соответственно, они уже, да, по сути дела, списаны, и где-то, получается, они числятся на бумаге, эти комбайны, их уже нет. В залоге, может быть, где-то, поэтому их не могут списать и так далее. Есть по тракторам высокая степень, получается, по пассивным агрегатам и так далее, все там тоже высокая степень изношенности, конечно. Поэтому сейчас актуально это. А в разрезе, допустим, крупных компаний и мелких компаний, у кого процент изношенности выше, наверное, все-таки? Конечно, это все-таки уже... Есть такое понятие, как организованное хозяйство, да, сельхозтоваропроизводитель, есть и крестьянские фермерские хозяйства, да, и есть. Вот тут крестьянские фермерские хозяйства процент изношенности больше, чем можно. А в чем проблема, как вы думаете? Отсутствие кредитных средств, отсутствие залогов, либо непонимание, что нужно вкладывать в технику, чтобы получить хороший урожай? С чем это связано? Значит, до этого масштабно, получается, велось... Механизм был такой, что фондирование осуществлялось как Азаграфинанса, соответственно, Азаграфинанс финансировал. И порога государственных средств, получается, на масштабное обновление не хватало. Сейчас же, в среднем вот этой карты, значит, предусмотрено целым за 4 года 217 миллиардов тенге направить на обновление машинного тракта обновления. Это бюджетный кредит? Да, сейчас рассматривается вопрос о том, что мы будем получать бюджетный кредит, соответственно, но, опять-таки, он размещаться будет все полностью 100% через лизинговые компании и кредитные товарищества. 217 миллиардов – это уже существенная сумма. Ну да, если взять объем отрасли растеневоста, примерно 1,5 триллиона, то основные средства как раз-таки составляют примерно столько же, то обновление 217 миллиардов – это позволит примерно 20% обновлять ежегодно. Да, это существенный, получается, даст рывок. Ну и потом уже будет такая техника, в принципе, более высокопроизводительная, долговечная. Нет ограничений, да, там отечественные, неотечественные, любую технику. Приоритет, конечно, будет отдаваться отечественному, отечественному, получается, сборке. В доличии сборки, да, вот здесь, пожалуйста. Ну и если нету таких машин, получается, вам сказать, они не производятся, то они будут зарубежными. Ну, как бы у нас на самом-то деле, вот список вы мне дали, 13 заводов, которые производят технику, конечно, он, дай бог, что будет расширяться, но упор делать на эти 13 заводов – это бессмысленно. У нас сельхозпроизводители порядка 300 тысяч. 13 – это у нас те, кто производит навесное прицепное. А, только навесное прицепное. Только навесное прицепное, получается, оборудование. И вот зерносушильное там и так далее оборудование. Это вот по той программе, где мы сейчас пилотно по Анацфонду двигаемся. Ну, дальше, конечно же, оно будет… Сами эти средства и их приоритет на отечественное, возможно, сподвинет каких-то крупных производителей наращивать здесь мощности. Есть площадка уже в Костанае, есть все на Северко-Астанской области, да, Сампу. То есть они уже дальше могут расширять свою именно отечественную локализацию. Вот поподробнее насчет этих бюджетных кредитов, 217 миллиардов. Вы их размещаете в лизинг-компаниях. А под какой процент они будут выдавать в конечных заемщиков? Не более 6% годовых должно будет выдавать в тенге для конечных заемщиков. Замечательное условие. В принципе, больше добавить нечего. Пожелаю вам быстрее подписания всех документов. Когда примерно ожидаете старт этой программы? Со следующего года? Со следующего года. Это с января-свеверля, да? Со следующего года. Ну, в осенние полевые уже заходить с этой программой. Понятно. Давайте тогда подробнее поговорим про навесную прицепную тех, которые сейчас уже можно получить. Там, вот я список смотрю, есть прицепные опрыскиватели Петропавловские, есть джатки Донмар, остальные, Агромашхолдинг. Полностью весь перечень, он есть как на сайте Минсерхоза, так и на нашем сайте. Весь перечень производителей. Надо сказать, что мы подписали четырехстороннее соглашение. Это аграрно-кредитная корпорация, ассоциация лизинговых компаний, ассоциация кредитных товарищей, ассоциация отечественных машиностроителей. Вот четырехсторонное соглашение, где мы обмениваемся этой всей информацией, кто производится. Вот этот список, он обновляется регулярно. Минсерхозом согласовываем и как бы сейчас активизируемся. К сожалению, конечно, сейчас в начале это немного сложно будет, потому что есть вопросы по получению сертификата СТ, по другим там моментам работа идет. Ну, я думаю, мы активизируем в этом части. Вот, Нармхан Кронханович, вы недавно были 8-9 ноября в Российской Федерации в форуме «Преграничное сотрудничество», там глава государства был, подписывали меморандум и в кольце читали. Можно поподробнее рассказать? Да, мы подписали соглашение с Российским экспортным центром, в состав которого входит Эксимбанк России и Эксар, агентство по поддержке и страхованию экспорта, экспортно-импортных операций. Соответственно, значит, задача этого соглашения, мы уже на сегодняшний день порядка где-то месяц отрабатываем с Эксимбанком России открытие кредитной линии на нас. Сумма обсуждается порядка где-то 3 миллиардов рублей. Это 18 миллиардов тенге, да? Около, да, 17-18 миллиардов. И, значит, эта вся линия, мы предполагаем открыть специальные продукты в лизинговых компаниях и кредитных товариществах. Если будет необходимость и спроса в российском оборудовании и технике, то под вот эти субсидируемые, получается, ставки, они, кисухо-стоваропроизводители, могут получить кредиты. Какая будет ставка? Ну, к сожалению, конечно же, там это не будет, как наши сейчас бюджетные 6%, но, по крайней мере, мы ожидаем, что порядка до конца, конечно, это будет дешевле, чем сейчас 15%, это будет порядка где-то 12-13% мы рассчитываем. В тенге, да? Финансирование будет предлагаться в рублях. А в российских рублях? В российских рублях. И 12% годовых в рублях? 12% в рублях. А сколько ставка инфляции в России? То есть как? Сложно. Где-то порядка 7-8%. Как быстро российские рубли обесцениваются? Я думаю, где-то 7-8%. То есть фактически 5%, да? Да. Ну, интересная программа, мне кажется, там надо ее подработать в плане удешевления. Ну, мы сейчас начнем. Или микширование, может быть, нашими... Возможно, будет и микширование. Запустим, начнем. На самом деле, сейчас, за прошедший период, мы через кредитные товариства и вот через рейтинговые компании в совокупе где-то порядка, значит, 10 миллиардов тенге разместили под 15% годовых. Ну, конечно, можно говорить, что это сложно там и так далее, но, по крайней мере, оно идет востребовано для таких, как зерносеющие регионы, где маржинальность сельскохозяйственного производства выше. В принципе, можно такие... Дорогая ложка к опеду. Да. Я вот от лица всех сельхозпроизводителей, конечно, буду вас спросить, чтобы где кредитные продукты, которые у вас есть, они предусматривали полноту, то есть никаких дискриминаций в плане производителей техники. Все-таки, я считаю, оставить право выбора лучше сельхозпроизводителям. Потому что, учитывая свои климатические условия, свой опыт работы, своих квалификаций механизаторов, да, это такой компонентный вопрос, многофункционный такой вопрос, который должен сам для себя решать. Допустим, вот зерносеющие регионы, как вы сказали, Север, Кустанай, они у нас очень сильные в плане механизации, в плане сервисного обслуживания. Они заранее закупают все эти собчасти, да, склад, они уже прошли все эти нюансы, у себя склад имеют, и у них вот эта высокопроизводительная техника, там, классы, джундиры, она работает как часы. За счет этого мы получаем эти большие урожаи, на самом-то деле. Если мы будем их ограничивать, там, на российские комбайны, вектор ДОН, которые, в принципе, не могут там работать более эффективно на каких-то определенных урожайностях, то мы автоматически загоняем их в иранные условия, да. Я хочу, чтобы вот этот, свои кредитные политики, этот, рассматривали всесторонние. Понятно, что, с другой стороны, для тех фермеров, которые комбайны старше 15 лет, то российский комбайн «Новый вектор», да, это будет, как такое, скажем, событие года, да, событие года, которое всем совхозам будет обсуждаться, смотреть, его будут там пылинки с него сдувать, он еще 20 лет там будет работать. То есть, как бы, все нужно, да, не нужно забывать, что у нас половина земель засеивается крупными компаниями, половина земель засеивается мелкими компаниями, то есть каждому свой рецепт, вот. Еще хотелось бы обратить внимание, как насчет оборудования для орошения, как насчет оборудования для кормопроизводства, для овощеводства, вот эти линейки будут у вас в программе финансироваться? В целом, если говорить, у нас есть специальные направления, где уже проектное финансирование идет, да, это по орошению, производству овощей, значит, по овощной продукции, это садоводство, там овощное направление у нас достаточно там активно двигается и финансирование осуществляется проектов. В целом, если говорить, то есть разделяем, да, это проектное, а орошение это все-таки делается в рамках какого-то проекта, да, там. Ну не всегда, если расширение, можно покупать 303 машины и поставить. Ну, если да, в этом отношении, конечно же, сейчас мы говорим здесь только про сельскохозяйственные машины в части, получается, почвообработки, сборы урожая, там и так далее, пассивные комплексы и так далее. То есть вот в этой части, то есть сельскохозяйственной техники, мы говорим. Другая, она идет у нас как проектно, там есть льготное финансирование как из средств национального фонда, так и средств вот этого нашего... То есть тут больше как бы длительный процесс, но он более тщательно требует... Да, потому что там, если мы говорим о производстве овощей, соответственно, его нужно комбинировать комплексно, получается, с его хранением, от этого момента комплексно решать. Да, если есть хранение, мы считаем, что это расширение... Если поливные комплексы приобретают, соответственно, значит, там вот это расширение этого бизнеса идет, то есть в копии. То есть, ну, проектно больше подходить здесь нужно будет. А как сейчас обстоятельства с Казакрофинансом? Он финансирует приобретение техники, либо работает просто по старым уже проектам? Я не могу сказать, но сейчас финансирование, в принципе, по рамках утвержденных, скорее всего, проектов, оно осуществляется, лимит идет. А новый проект уже... Да, он идет на приватизацию, да? Да, на приватизацию идет. Это сделано для того... Почему? Потому что только у Казакрофинанса был доступ к кредитным средствам, к бюджетным еще, да, и он доминировал на рынке, получается? Вот судный портфель, значит, лизинговые компании, если взять разные источники, где-то он 400 миллиардов тенге по статистике есть, две трети этого судного портфеля принадлежит Казакрофинансу и Барко-лизингу. То есть, только одна треть частным лизинговым компаниям... Мы будем развивать, получается, конкуренцию. Да, таким образом мы создадим, получается, устойчивость системы в целом, лизингов, получается, как сервис. Мы двумя руками поддержим этот подход, потому что, действительно, несмотря на то, что много положительного, да, при работе государственной компании, то есть, стандартные ставки гарантированно ты можешь получить, но, с другой стороны, если ты не получил там, то ты уже нигде не получишь, грубо говоря. Это есть, как бы, проблема, конечно, да. Хорошо, спасибо большое за продуктивную беседу. Я надеюсь, пожелаю вам удачи получить быстрее бюджетный кредит, чтобы в следующем году мы зашли с новой техникой. И всем нашим сельхозпроизводителям желаю быстрее готовить документы, чтобы подготовиться к пассивной компании. И с днём финансистов вас. И с наступающим днём сельхозработки. Спасибо большое, взаимно. Спасибо. Спасибо.